Я когда мы ранее катался в целом озере, я взрослый, мне в глаз прям капля попала, мне сказали было, чтобы в глазах не было заняться. Этот разговор записал житель одной из барнаульских новостроек. Звук идет из соседней квартиры. И по словам специалистов, недостатки шумоизоляции закладывают еще на этапе строительства. Некачественный материал, нарушение техники заполнения межпанельных швов или, например, неправильная заделка отверстий топительных труб. Вы там ходите на цыпочках, а такое чувство, что люди там бегают на каблуках, как бы там топают, как будто там уже целая отара. С такой шумоизоляцией в новых панельных домах живут многие, ведь для хорошей тишины важна и толщина перегородок, как межкомнатных, так и межквартирных. Для каждого строительного материала свои нормы толщины. Но в Барнауле все чаще используют материалы, которыми добиться. Тишины невозможно, говорят эксперты. Например, газобетон 600 марки с толщиной около 4 сантиметров. Чтобы обеспечить звукоизоляцию нормальную, нам нужно использовать газобетон марки примерно 400, то есть меньше. Она более пористая, более легкая. И при соблюдении правильной технологии, соответственно, звук, который проходит между квартирами, он там, соответственно, очень хорошо глушится. Строительные материалы, которые сейчас используют при возведении панелек, не способны удерживать уровень звука даже первой строчки этого списка. Это невзирая на то, что работы будут выполнены правильно. Совет экспертов. При покупке квартиры в новостройке проверяйте качество стен, пока действует гарантия от застройщика. Если вы перемирились, стена не соответствует, то обращаемся к застройщику. Опять, если вы участник долевого строительства, если вы по договору купли-продажу, купили квартиру, но здесь уже 5 лет, если прошло гарантийный срок, то сами ремонтируйте, сами отстраивайте. Частично исправить ситуацию можно с помощью дополнительной звукоизоляции. Правда, для этого придется пожертвовать сантиметрами пола потолка и стен. На строителей 18, видимо, на такие жертвы пойти не решились. Но и жить, общаясь с соседями, не вставая с дивана, захотели не все. Поэтому многие собственники вышли из положения и сдают квартиру в аренду. В процессе подготовки материала нам сообщили о постоянном шуме в этом доме. У меня соседняя квартира сдается, поэтому часто бывают какие-то шумные вечеринки, все такое. Мы здесь два дня находимся. Вот только соседи в 11 утра стулом подвинут. Дом, видимо, панельный такой, легкий. Мы не шумы, тихо, видите, какой шум-то. Нет, у вас шума нет, просто жители этого дома жалуются, что бывают шумы. Извините, пожалуйста, я вчера только приехал. В командировку завтра уеду, все. Ага, то есть вы просто на сутки их сняли? Подскажите, вы собственник этого жилья или снимаете? Снимаю. А снимаете посуточно или надолго? Посуточно. В курсе, сколько здесь снимают? Много сдают квартир? Да, довольно-таки. Здесь две гостиницы находятся, которые со съемными квартирами. Они на разных этажах находятся. Довольно много квартир. Жильцы этого дома говорят, что здесь практически на каждом этаже сдают квартиры посуточно. Однако 16 этаж и вовсе определили под гостиницу. Итого 14 квартир, которые обслуживают уборщицы, администраторы и другой персонал. И такое количество номеров только на одном этаже. Сколько апартаментов во всем доме – вопрос открытый. Кстати, искать тех, кто обслуживает клиентов в гостиниц, не пришлось. Ответственный персонал сам вышел к нам. Работать-то надо. Вы горничная, вы просто именно за чистотой самого дома всего следите. Подъезды, лифты? Нет, квартир. Квартиру, у кого работаю я. Здесь, в общем-то, несколько таких людей, у кого квартира. А кем вы здесь работаете? Администратором. Но не в гостинице, нет. То есть под определенной квартирой? Ну, есть там одна квартира, да. А что за компания здесь? Без понятия. А может, как в компании работаете? Ну, можно без комментариев. Есть просто и есть собственники. И не обязательно, что у них несколько квартир именно компании. То есть к вам обратились собственники, и вы вот регулируете какие-то вот их квартиры? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы здесь работаете? Нет. Ну как нет, у вас ключи? Ну, как вы ключи? Ему что ли? Нет, скажите, вы здесь в гостинице работаете, да? К чему вы уходите от ответа? Нет, у меня не учатся. Скажите, на каком этаже вы работаете? Убежали на 15-й. Все, скрылись. То, что в доме находится гостиница, нигде не указано. Зато по этим кадрам понятно, клиентов здесь хоть отбавляй. И, судя по чемоданам, много приезжих. Гостям предлагают оставлять ключи прямо в почтовом ящике, видимо, для удобства. Уже на выходе мы с оператором увидели машину с рекламой. И решили вновь попытать удачу. А сколько у вас квартир в этом доме? Интервью не даю. А вы вообще, ну, как, у вас какая-то организация, как вы квартире послушаете? Я интервью не даю. Гостиничные услуги могут оказываться только в нежилых помещениях. Соответственно, эти помещения должны быть расположены на первом этаже, либо на ином этаже. Но подразумевается тот факт, что под этими помещениями находятся нежилые помещения. Скажем, это второй этаж, а на первом этаже магазин. Кроме того, по закону, вход в апартаменты должен быть отдельный, но никак не через жилые помещения. Но в доме на Строителе 18 о законах не слышали ни о тишине, ни о гостиничном бизнесе. К слову, последний ужесточили еще в октябре 2019 года. Кроме того, на свой страх и риск предприниматели даже создали сайт, где разрекламировали свои апартаменты. Рынок переполнен тысячами данных хостелов. И то есть на все варианты проявления незаконной деятельности реагировать просто не успевают. Поэтому здесь, в данном случае, чем больше жалоб, тем больше реакции. То есть конкретно не ждать, пока соответствующий орган обнаружит эту деятельность, а показать, что она существует. Тут просто полк дома сдают посуточно. У нас вот кто-то выпал из окна недавно на смерть мужик, по-моему, тоже со съемной хаты. Потом там какая-то проститутка прыгала ее, типа малолетняя, на самом деле проститутка, ну и что-то там типа не хотела, или там, или что там. Этот скандальный случай произошел в апреле прошлого года. Девушка, занимающаяся проституцией, пыталась спастись от последствий неудачного заказа. Несколько дней гражданку насильно удерживали ее клиенты. Однако даже после этого, судя по всему, дом на контроль так и не взяли. Иди ко мне, киска! Заезжие устраивают оргии, которые и днем, и ночью приходится слушать соседям. Это, наверное, все логические уже какие-то потребности человека, да, которые, ну, морально, это уже воспитание, наверное, идет, да, что если соседи жалуются, то надо как-то себя, наверное, ограничить, ну, этикет. По словам юриста, в список нарушений собственников дома, которые используют свои владения не по прямому назначению, грозит привлечением, как минимум, к административной ответственности. Ниты, к сожалению, управляющие такие квартиры привлечь не могут. Только это решается вопрос опять с жалобами в местную администрацию, в районную администрацию, а там уже будут рассматривать вопрос, имеет ли право тот собственник сдавать данное помещение, потому что сейчас к этому законодатель уже более жестко подходит, да, там особые условия, когда по сдаче такой квартиры, что это такое, либо это квартира, либо на каких условиях она используется. Здесь важен уже аспект систематичности вот таких вот действий и соответствует помещению нормам. То есть, если человек просто сдает по найму, по факту занимаясь гостиничной деятельностью, но, как говорится, в неустановленном законном порядке, здесь важно доказать вот этот факт. Если будет этот факт установлен и доказан, здесь уже Роспотребнадзор примет меры и привлечет к ответственности за нецелевое использование жилого помещения. Чтобы выяснить, на каком основании часть жилого дома переделали в гостиницу, мы направили запрос в Роспотребнадзор. Наша редакция продолжит следить за судьбой дома с предприимчивыми собственниками. София Яценко, Вадим Быстревский, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...